Всем огромнейший привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Айс, и мы продолжаем прохождение Одиска Элизиума. Ну что ж, проходим на кухоньку, пацаны. В сушилке стоит посуда, она пахнет моющим средством и хвой. Роздах наполнен ароматами специи, алкоголя и помидоров. Худой мужчина курит под вытяжкой, периодически прихлёбывая из чашки. Видимо, повар тряпья. Когда ты заходишь, он кивает на стол и говорит что-то на совершенно незнакомом языке. Тебе удаётся разобрать лишь пару слов, гарация и кубик. Так, ладно, это точно не его имя. Что бы ты ни говорил, ради бога, не называй его гарацием-кубиком. Пожалуйста, это не смешно. А, гаранций! У меня пара вопросов. Мужчина опускает чашку и что-то говорит, размахивая левой рукой. Впечатляющие кастрюли! Он улыбается, стучит по ним всем поочерёдно половникам. Получается почти музыка, особенно если прибавить к звону кастрюль бульканье и шкворчание с плиты. Кажется, больше мне ничего не нужно. Оставайтесь маскулинным! Уйти. Перед тобой тяжёлая стальная дверь с крупным перфорированным замком, выкрашена в синий цвет. Тебя манит её окрас синий цвет тайн. Интересно, куда ведёт эта дверь? В самом деле, лейтенант смотрит на тебя с терпеливым скепсисом. Это дверь в задней части кухни. Чем она вас так заинтересовала? Это часть танца в тряпье. Есть в этом месте что-то такое, что будоражит любопытство. Эксцентрично. Ну ладно, наверное, можно им претерисоваться этой дверью в рамках стороннего расследования. Нет, дверь это мега расследование! Вряд ли. Он смотрит на дверь, потом на тебя. В любом случае, говорить про это надо с Гартом, управляющим кафетерия. Потрогай дверь. На ощупь кобальта из синий шероховато. Дверь из нержавейки установлена вровень со стеной. Старая кобальтовая краска. Неровная под пальцами. Покрасили лет сорок назад пятьдесят. Пытаться толкнуть. Дверь не поддаётся. Ладно, агарт, агарт. Покрасили. В задней части кухни есть таинственная стальная синяя дверь. А, да, та дверь. Да в ней нет ничего таинственного. Просто дверь. Он пожимает плечами. Ты знаешь, что за ней у тебя есть? Нет, у меня нет ключа. Я не знаю, как туда попасть. И не хочу знать. Я не гадал об этом десять лет. Это, наверное, просто склад, Фритта. Или скучная кладовка, полная старого хлама и пыли. Хлама и пыли. Он проводит пальцем по стойке, проверяя его на наличие последней. Он пытается изображить равнодушие. Получается крайне неубедительно. Мне кажется, тебе интересно, что за той дверью. Ладно, хорошо. Чуточку. Он пожимает плечами. Но работа не оставляет мне возможности гадать, что прячется за одной из дверей в одном из кафетериев, которыми я управляю. Пять очков опыта! Так что я её не открывал. Я сотню раз вычищал все здания за животными, и на ключе не нашёл. Так что удачи. Здание за животными на ключе не нашёл. О, посетитель какой-то, смотрите. Всё в мире завязано на деньгах. Чтобы зарабатывать, надо тратить деньги. А вот что правда важно. Говорят, счастья за деньги не купишь. Но это значит, что у тебя недостаточно денег. Деньги нужно инвестировать с умом. На деньги можно покупать акции, а с акции получать ещё больше денег. Когда слишком стар станешь для заработка новых денег, у тебя уже будет достаточно. Движимость это кладбище, куда старые усталые деньги уходят умирать. Мир буквально вертится вокруг денег. Законы денег, как законы природы. Неоплачиваемый труд денег не приносит. Да и сладных денег не бывает. Деньги это про числа. На самом деле, суть денег в доверии. Всё в мире завязано на деньгах. Чтобы зарабатывать, надо тратить. Понятно, он начал говорить по второму разу. Что это у нас тут? О, деньги. Берём. Знаешь, что за той дверью? Указать на синюю дверь. Он смотрит на тебя, потом быстро отходит взгляд, пожимает плечами, что-то бар мочит под нос. Ужимание плечами, международный знак. Значит, нет. Не знаю, что за той дверью. Ладно. С этой дверью надо будет разбираться выдыма позже. Хотя, может, у старушки спросить? Hello again, sweetie. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, это уже был диалог. Хотя, нет. Тут я как бы неправильно ответил. То есть, у меня есть шанс ответить правильно, что ли? А, нет. Это то же самое. Хотя, насчёт режима я по-другому могу ответить сейчас. Кажется, Ревашоли управляет некая коалиция. Именно так, зайка. Ревашоли — это так называемая подконтрольная зона. Им управляет альянс зарубежных властей. Вы своего правительства у нас, считай, нет. Не знаю, что и сказать, я страшно разочарован. Остальное тоже было. Да, это... Вся беседа уже была. Ну, наверное, было полагать, что что-то новое появится в этом плане. А я получу за это какую-то награду. Ну, ладно. Подождите, может, пообщаться с этой барышней ещё раз? Может, она знает, что за дверью, за синей. Да, это глупо, я согласен. Я вовремя понимаю, что это глупо, и бегу открывать мусорный бак, пока не таки. Открыть замок ключом. Замок открывается с мягким щелчком. Теперь можно просто откинуть крышку. Не надо. Может, не стоит. Разве у меня не было предчувствия, что я же там что-то найду? Найдёшь, но тебе это не понравится. На лбу у тебя выступает пот. Рука застыла на крышке. Открыть крышку. Десять очков опыта же надо получать. В нос тебе приветственно ударяет запах гнилой еды. Внутри ты видишь мокрые картонки, грязные тряпки, висяческие органические отходы. Как раз вовремя лейтенант заглядывает внутрь. Мусор не увозили больше недели. Заглянуть под картонные коробки. Ты видишь молоко. Упаковку из-под яиц с одним разбитым яйцом. Пачку из-под макарон. Почему-то разбор размягших упаковок кажется знакомым. Ты уже проделал подобное. В твоих локтевых суставах срабатывает память тела, движения пальцев размерены. А тебе это привычное дело. Что, привычное дело нырять по помойкам? Нет. Нет. Искать улики в мусорках. Погрузиться глубже. Коробка распадается у тебя в руках. Лопья батис с солей. Под ними несколько пластиковых упаковок. Из-под макарона лапши турбо. Ничего примечательного. Приподнять тряпки. Ты замечаешь что-то среди груды рваных кухонных полотенец. Джинсы? Вытащить. Покрытые мерзкой слизью джинсы появляются из кучи мусора. Распространяя вокруг себя отвратительный трупный запах. Покойника джинсы что ли? А зачем? Это с убитого. Этенант обнюхивает джинсы. Фу. Трупный запах очень слабый. Если они принадлежали покойному, их сняли, когда он в виду только начал разлагаться. Он достает из кармана черный пластиковый пакет с надписью. Бросать их сюда, офицер. Положи джинсы в пакет. Кимбреста обыскивает джинсы. Синие джинсы со следами от гитары на коленях. Карманы пустыли, обчищены. Он носил их с ремнем и широким ремнем. Петли на поясе растянуты, но... Он заглядывает в бак. Ремня нет, только штаны. Видите еще что-нибудь? У меня есть еще один пакет. Твое внимание привлекает что-то покрытое слизью. Протянуть руку. Однотонная оливковая рубашка с длинными рукавами появляется из кучи гнилой еды. С нее стекает какая-то отвратительная жижа. Положить рубашку в пакет. Еще оба! Отлично! Это часть военного мудирования. Ни этикетки, ни серийного номера. Под такими трикотажными рубашками скрывают легкую броню. В городских условиях. Он кивает сам себе. Еще что-нибудь? Остальные тряпки просто кухонные отбросы. Есть еще старая желтая кружка, а больше... Грязное полотенце, кружка, больше ничего. Ладно, нам стоит еще раз поговорить с Гартом. Дольфун знает, кто выбросил эту одежду. Возможно, кто-то просто прибирался во дворе, или этот постарался. Кивает на рыжего мальчишку. Но эту стихию я бы трогать не стал. Надо спросить у детишек, кто-нибудь... Кто это выбросил? Детишек, какого хрена? Нарет лично за забором. Слышь, Куна, думаешь, это какой-то спиногрыз? Вот видите. Думаю, что-то из танцев может в этом быть замешан. Сомневаюсь. Нам известно следующее. Одежда жертвы лежала в баке. Крышка была закрыта на замок, а у сотрудника этого заведения был ключ. Ничего особо подозрительного. Ладно. Покопаться в пищевых отходах. Это просто органические отходы. Холодные и склизкие. В основном картофельные яблочные очистки. Какое-то непонятное месиво и несколько куриных косточек для разнообразия. Но постойка... Нет, нет, ничего там нет. Ничегошеньки. А это что такое? Что? Из груда яблочных очистков торчит кусок синего пластика, блестящий. Похоже, это только часть чего-то большего. Вытащить. Получен предмет испорченный журнал. И правда, планшет. Синий пластиковый планшет, с которого исчезает кипа промокшей бумаги. Листы сильно повреждены, но кое-какие заметки и строчки официальных формуляров можно разобрать. Почерк мужской. Офицер, Это что, ваша документация? Я не знаю, что это. Вы поняли секрет на сзади. Найти свои бумаги. Плюс 10 топота. Отлично. Так и есть, посмотрите. Он указывает на планшет. Здесь карта с делениями города на районы по участках РКМ. У вас был даже бланк для отчета по осмотру тела. К планшету приклеплена жалкого вида бумажка. Прилеплена. Позвольте поинтересоваться, как вы допустили, чтобы ваш планшет оказался на помойке? У меня от него какое-то дурное предчувствие. Может быть, мне нужно было от него избавиться, чтобы началась великая резня? О чем вы говорите? Не знаю. Вот и я не знаю. Он указывает на испорченные записи. Вам нужно проверить все записи, убедиться, что ничего не пропало. Официальные документы содержат имена информаторов. Если что-то из этого попало в руки преступников, резня действительно может начаться. Хорошо, я так и сделаю. Прочитайте свой журнал регистрации и выберите название для дела. Еще не помешало бы начать вести записи по текущему расследованию. Он осторожно заглядывает в вонючий бак с мокрым картоном и тряпками. А теперь скажите, видишь ли ваш шарлинный взор что-то еще? Или мы здесь закончили? Вы можете взаимодействовать с некоторыми найденными предметами, такие как, например, журнал. Чтобы изучить свои записи, откройте вкладку «Взаимодействовать» в инвентаре. Кружка! Я кружку эту заберу. Ты достаешь разбитую кружку с достранной российской картинкой и желтый человек развивающийся в зарослях шафрана. Антиквариат? Только в плане политкорректности. Забрать кружку. Получен предмет кружка – желтый человек. Бросает мимолетный взгляд на кружку и снова переключает внимание на мусор. Закрыть крышку. Бак издает звук, похожий на приглушенный удар в ганг. Что ж, это можно вычеркнуть из списка дел. Думаю, мы нашли все, что можно было. Уйти. Зайти в инвентарь, да? О, где кружка-то? О, где моя кружка? Взаимодействовать. О, кружка. Смотрите. Эта кружка с отломанной ручкой каким-то образом оказалась в мусорке. Танцевстрю в тряпье. На ней изображен самарит с выступающими зубами и идиотской улыбкой. Развивающийся среди цветов шафрана. Похожа на какую-то дешевую подделку под старину колониальной эпохи. Просто... Это просто российская кружка. Что из нее можно вывести? Посмотри, сколько тут всего. Вывести можно немало. Е-мое, началось. Что такого в треснутой кружке, которую ты нашел в куче мусора? Эта кружка – яркий пример использования стереотипов. С ее помощью я покажу людям, чего не следует делать. Но ее выкинули. Почему бы не показывать это на конкретных примерах или не заняться волонтерством? Просто раскройте дело, детектив. Я хочу еще. Хочу ухлыть кружку. Конечно. Ах, я не могу обсудить кружку. Она же крутая. Могу я ее поставить в правую руку взять, нет? Ладно. Журнал, найденный в мусоре. Он заполнен заметками, сделанными убористым мужским почерком. Осмотри его внимательней. Может, там еще осталось место, чтобы вносить записи о расследовании. Ну, давайте посмотрим, что там. Это журнал, который-то нашел среди мусора. Жалкая кипа белой и желтой бумаги на куске пластика, что едва держится на металлическом зажиме. Печальную картину довершает легкий запах средства для очистки унитазов. Что-нибудь еще? Кусочек туалетной бумаги или салфетка. Нет, это туалетная бумага. Отчаянно цепляющаяся за синий пластиковый планшет. Это метафора твоей жизни. Под этой патетикой прячется ужас. Не заглядывай в его синее сердце. Осмотри туалетную бумагу. Это просто кусочек туалетной бумаги, прилипший к планшету. Ты можешь убрать его, если хочешь. Убрать. Плюс пять опада, супер. Туалетная бумага все еще влажная, легко отклеивается от планшета. Осталось только застряхнуть ее с пальца и вуаля! Теперь журнал выглядит немного приличнее. Осмотреть зажим. Алюминиевая полоска протянулась вдоль планшета, прикусив бумаги. Ее как родили из зуба, единственное, что удерживает их на месте. К планшету прикреплен простой карандаш с практически стертым грифелем. Провести рукой по алюминиевой полоске. К ней прикреплена прямоугольная серебристая наклейка. Она радужно переливается, непонятно, как ты ее не заметил раньше. Похоже на водяной знак РГМ на твоем блейзере, о котором упоминал лейтенант. Он ведь говорил что-то о свете фар, свои имена мотокареты. Вроде в нем такое можно прочесть. Угу. Лейтенант, это один из те голографических водяных знаков? Указать на наклейку. Что? О, погружен в собственные записи. Ему требуется пару секунд, чтобы разглядеть. Да, голоденовый водяной знак. С его помощью наносит данные на собственное с РГМ. Интересно, какие именно данные? По-разному. Кроме штампа, который подтверждает подлинность на моем указанном номере и адресу участка. Данные отличаются в зависимости от даты выпуска. Может быть, на твоей наклейке будет написано, сколько дел ты раскрыл? Он думает, что там указано, сколько лет ты состоишь на службе. Как мне это прочесть? Сойдет любой осветительный прибор с подходящей длиной волны. Ты упоминал о фарах своей кинемы? Да. Пауза. Огни транспортных средств с РГМ специально настроены, чтобы можно было прочесть галогеновые водяные знаки. Значит, ты можешь прочесть водяные знаки. Нужно только включить фары. Это все? Спасибо. Хорошо. Он возвращается к своим аккуратным заметкам. Пролистать белые страницы. Они не совсем белые. Местами пожелтели от солнца и алкоголя. Кроме того, густо исписанное, расплывшиеся синие чернила пересекают акварельными разводами целые страницы. Сама бумага разлинована бледными красными линиями. На некоторых страницах красный штамп. Материалы дела в письмовом виде материалы дела. Довольно многочисленные. В твоих руках разваливаются на части больше сотни мокрых, измятых листов с загнутыми уголками. Записи, кажется, довольно аккуратно организованы, но почерк такой убористый, что их едва можно прочесть. О чем эти записи? О работе, борьбе, бедности, квартале Джемрок. Это записи о расследованиях, которые велись с января 51-го этого года. Точнее, количество определить, точное количество определить сложно из-за отсутствия части страницы и странных принципов наименования. Но дел, по крайней мере, 20. Может быть, 30. Все еще в процессе расследования не закрыт, так стоит отметить. Сейчас середина марта. Ты брал в среднем по два дела в неделю. Была речь о каких-то принципах наименования. Да, похоже, ты применяешь какую-то, скажем так, строгою, но литературную систему. Каждому делу присвоен номер на полях. Но, что примечательно, большинство из них также сопровождаются названием. Можно даже сказать заголовком. Похожим на штампы из шпионской фантастики и весперских полицейских сериалов. Ого, и они все написаны заглавными буквами? Да, все прописные. Одно называется «Мурал нового мира», другое «Квадратная пуля» и еще одно «Незакрываемое дело», а еще... Или их название полегче. Парни на диване в неожиданном месте и убийство в кальянной. Есть даже дело без номера. «Ветхий дом». Все это дела об убийствах. Придется попотеть, чтобы собрать эти дела по кусочкам. Но это вполне реализуемо, только сперва журнал нужно внимательно изучить. Два дела в неделю – это нормальная загруженность, лейтенант? А? Он открывается от своих заметок. Два сложных дела – это серьезная нагрузка, да. Требует полной отдачи. Я бы не советовал. Чревато небрежностью и ошибками. Кажется, я брал по два дела в неделю, но не уверен, что я раскрыл их. Два. Он поднимает брови. Это много. Кстати, я вовсе не хотел сказать, что вы совершали ошибки. Это было слишком заносчиво с моей стороны. Я совсем выгорел. Это нормально. Он кивает и возвращается к собственным бумагам. Рано или поздно это случается со всеми нами. Верзли новых лесков медленно сохнет у тебя в руках. Почерк такой убористый, что записи едва можно прочесть. Ким, мои дела, кажется, имеют какой-то принцип наименования. Вы имеете в виду буквенно-цифровой шифр, офицер, участок и время прибытия на место преступления? Да, он самый. Отлично, это хороший принцип. Заметил он, мессир, что от него вы что-то утаили. Но вы ведь еще используете и титулярный принцип. Что ж, да, похоже, использую. Что ж, я тоже. По правде говоря, детектив, почти все в РГМ его используют. А почему? Это пережито конца революции, когда РГМ еще только формировалось, и принципы работы не были четко установлены. По сей день делам продолжают давать неофициальные названия. Офицеры используют их, чтобы обсуждать расследование в узком кругу. Кажется, я назвал одно и сделал квадратная пуля. Вашу защиту могу сказать, что я назвал одно дело, заглядывает в свои заметки. Человек с дыркой в голове. Это был реальный человек, и смерть его была реальной, и все равно я дал делу такое название. Для собственного развлечения. Очень надеюсь, что его близки никогда не узнают. Что с ним случилось? Рельсовый костыль проткнул голову, он умер. Нечастный случай на производстве. Пересчитать страницы. Мне нужно официально открыть дело. Есть еще место. Место осталось как раз для одного дела. 15 страниц в самом конце остались непроврежденными. Они разлинованы так, чтобы расследование удобно было разделить на серию мелких задач. Как только все задачи будут выполнены, дело закрыто. Изложить в письменном виде, используя ручку, которую дала тебе Лена. Которую дала тебе Лена. Ты берешь в свои руки ручку, с доброй зеленой обезьяны, и выполнение задачи ложатся на бумагу. Выполненные задачи ложатся на бумагу стремительным почерком, похожим на тот, которым были сделаны все предыдущие записи. Слова приходят легко, почти автоматически. Ты пишешь простым языком, который был разработан, чтобы дисциплинировать разум. Осмотреть тело жертвы. Взять показания управляющего кафетерия. Не очень поэтично, но для поэзии здесь места нет. Вычеркнуть то, что уже сделано. Боевой дух восстановлен. А у меня он так был, типа, 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 я его использовал. Я мог восстановить боевой дух на халяву, если бы знал об этом. Ну, на самом деле, это же прикольно, что я не знаю, да? Играю первый раз, и не хочу специально загружаться, чтобы получилось, как получилось, чтобы получилось какое-то уникальное дело. Ну, если это возможно. Вычеркивают пункты очень приятно. Ты будто говоришь, с тобой покончено, и с тобой, и с тобой. Ты просто головорез с ручкой наперевес, Гарри. Это приятное чувство, чувство завершенности. То, что сделано, и то, что еще предстоит сделать, будто сама суть жизни. Это невероятно полезный инструмент для детектива гражданской милиции. Осталось только дать название делу. Лейтенант, а ты случайно не давал название нашему делу? По правде говоря, нет, есть идея. Демоны ярости живут в зеркалах. Демоны? Так что ж, он явно не в восторге. Не знаю, честно говоря, я не ощущаю соответствующего названия внутреннего конфликта. В этом деле, кроме того, он хмурится. Нельзя ли понять градус поэтичности? Дать обычное название? Подумайте, каким оно могло бы быть. Хорошее обычное название. Да-да, ты знаешь, каким должно быть обычное название. Но это так тускло. Что угодно, только не это, пожалуйста. Заходящее солнце. Ладно, ладно, он кивает. Это хорошее название, но есть одна проблема. Это дело не имеет никакого отношения к заходящему солнцу. Вообще, связь полностью отсутствует, так что, может быть, что-то более конкретное? Есть у вас какой-нибудь конкретный вариант? Прозаический, обычный. Обычно это скучно, мы таким не занимаемся. Говно на палке! Ха-ха, да, на самом деле он не смеется. Должен признаться вам, детектив, я небольшой любитель иронических названий. Другие сотрудники тоже будут его использовать, если дело называется идиот или мелкочлен. Этого не оценят, решат, что в деле замешан идиот или мелкочлен. Так что, придумайте что-нибудь менее забавное. Ну ладно, повешенный. Отлично, просто отлично. Я, признаться, думал о том же самом повешенный. Хорошее, сильное название. Прекрасно подходит для этого дела. Тридцать опыта, ни хрена себе! Прочитайте свой журнал, регистрация и вы будете названием для дела. Тридцать опыта. Он перелистывает страницы своего блокнота. С этого момента начну называть это дело повешенной. Хорошо, что мы внесли ясность. Я наизучался. Закрыть материалы дела. Теперь смотреть я могу. Могу теперь ознакомиться с делом. Ну да, теперь могу. Надеюсь, не пропадет же остальное, да? Успех. Да, ты можешь собрать дело по кусочкам, используя буквенный цифровой код на листах. Он все начинается с ГДБ-41, потом идет дата, начало, время прибытия на место и название. Например, ГБД-41-12-01-12-01-17-00. Мурал нового мира. Стоп. ГБД-41, разве это не код, офицер, участок? Именно номер твоего участка, 41-й. А где ГБД? Каждый кодовый номер начинается с этих букв. Это твои дела. Разумно предположить, что ГБД твои инициалы. Оба-на! Гор Дебби Беринджа. Это маловероятно. Сколько времени займет им знакомление с делом? Если исследовать разработанной тобой системе, чтобы собрать одно дело, по кусочкам идет где-то полчаса, полчаса. С чего начнешь? И вернусь к этому позже, убрать материалы дела. Снова смотреть материалы дела. То есть я могу к этому вернуться позже. Это хорошо. Поэтому пока что пролистывают желтые страницы. На обратной стороне несколько листов тонкой полупрозрачной бумаги. Некоторые из них неоново-желтые, другие ярко-красные. Все они заполнены стройными рядами прямоугольных ячеек. Похоже на официальные бланки, которые только и ждут, чтобы их заполнили. Блин, а время-то идет, пока я читаю, получается. Обидно. А потом оторвали и передали в соответствии с типом бланка. И какие есть типы? Их три. Сверху штрафы за нарушение общественного порядка. В середине повестки. В самом низу отчеты о вскрытии на месте. Довольно просто. Чтобы выполнить полицейскую работу, не нужно быть большим интеллектуалом. Штраф за нарушение общественного порядка. Штраф составляет от 20 до 250 реалов. В особо тяжелых случаях он может доходить до 1000 реалов. Но для его оформления требуются дополнительные документы. Конкретные требования для выписки штрафа покрывают все оставшиеся поля. Однако формулировки до приятного размытой. Повестка. У них довольно зловещий тон. В бланке указаны даты и время, в которые лицу принадлежит явиться в означенный полицейский участок. В нижней части перечислены виды уголовной ответственности за неявку. Вскрытие на месте. Дюжина листов тонкой яркой красной бумаги. На ней графы с параметрами покойного человеческого существа, которые нужно заполнить. Возраст, пол, состояние внутренних органов. Достаточно. И еще пять очков уру. И еще уровень. Да, остается только запомнить эти бланки и вручить их нарушителям. Штрафы плохишам, повестки на допрос, а мертвецам вскрытие на месте. Какая восхитительная власть. Сокрыта в этой жалкой кучей бумаг. Теперь тебе лучше. Я мог еще и хп себе вветь, и на халяву восстановить. Ну, кто же знал. Зато к вонючей целулозой выглядит гораздо хуже. Деликантная бумага, видимо, сохранилась благодаря тому, что осталось зажато между планшетом и остальными документами. Осмотреть планшет. Он сделан из темно-синего пластика, довольно твердого. Ему можно избить кого-нибудь так, что мало не покажется. Но края закруглены. Планшет довольно толстый и тяжелый. Его поверхность влажно блестит на обороте рельефная надпись RGM. Какого, говоришь, он света? Синего. Синяя бездна. Не заглядывай в нее. Встряхнуть журнал. Внутри что-то перекатывается с тихим стуком. Там тайник. Промокаемый материал — это не тайник, в полном смысле слова. Это отделение, предназначенное для объектов, которое легко повредить. Ну, конечно же, загнуть внутрь. Пластик блестит как лазурит, но непрозрачный. Внутрь не заглянешь. Эй, как его открыть? Руками. На прикрученной верхней части планшета в зажиме держится пачка листов стандартного формата. Надо открывать. Есть! Хм, два края планшета, кажется, немного разошлись. Похоже, она слегка перекошенный выдвижной ящик. Если осторожно перегнуть планшет через колено, пластины со щелчком встают на место, наверное, можно было бы, ну, ты знаешь. Открыт тайник. Легко и беззвучно пластины сдвигаются. Тайник открыт. Что внутри? Два билета открыта к ручной работе. Взять билеты. Два нарисованных цветными карандашами улыбающихся осьминога тянут друг к другу щупальца. Это билеты на вход в зоопарк в Восточном Реваншоле. Посещение аквариума оплачивается дополнительно. По этим билетам можно пройти туда. Взять открытку. На картонную основу наклеена тонкая ввущенная бумага. Когда ты берешь открытку в руки, она шуршит будто листва. Ты видишь фиолетовые цветы, растительные узоры, следы клея. Сперва понюхать. Открыто пахнет желательной резинкой и абрикосовым вкусом. Немного корицы, запах конца лета. Кажется, на этикетке надпись «Тутти фрути». Открыть. Внутри открытки слова, написанные знакомым почерком. Круглые буквы, завитушки, женская рука. Молодая женщина, двадцати с чем-то лет, ты ощущаешь заботу, старание и улыбку. Хотя все это вряд ли можно определить по подчерку. А я могу. Гарри, ты уже начал читать. Мне захотелось написать тебе письмо, чтобы ты смог прочесть его, когда проснешься. Может быть, она тебя порадует? Выброси это, прошу. Ну, оно же меня порадует. Порыхнулось сердечного ветра, налетая со страницы Рваншольского залива. Поднимая воздух, штиль и газеты, ты чувствуешь, как он шевелит открытку. Удержать открытку, прочесть. Рука, державшая открытку, начинает дрожать. Каждое утро, когда я ухожу и оставляю тебя спящего, я уношу с собой маленький кусочек печали. Я несу его в свои груди по Вайджи Роуд. С каждым моим шагом печаль растет, когда я дохожу до заправочной станции. Она заполняет меня целиком. Я захожу в вагон и оглядываюсь. Из стокоприемника сыплются искры. Я знаю, что это будет продолжаться до конца дня, пока я не сойду с сорок девятого и не зашагаю обратно к тебе. Продолжить чтение. К тебе, к тебе, к каждому шаг легче предыдущего. Мне хочется бежать, иногда я так и делаю. Я не могу поверить, что встретила тебя. Я не могу поверить тому счастью, что ощущаю рядом с тобой. Твоя душа необъятна. Я всегда, всегда, всегда буду возвращаться за ней. Целую, целую, целую. Ты чувствуешь, как воздух покидает твои легкие, а кровь в голову. Перед глазами все темнеет, мелькают маленькие белые точки. Ты чувствуешь, как журавы скальзывают из рук. Нет, 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 держись! Держаться. За что? Ничего нет! Что в порядке, додектив? Упасть на бок. Блин, я это, я журнал потерял. Собака. Там дела, я не прочитал. Это читерство, где мой журнал? Это что, конец? Это ГГВП? Нет, не может быть. Он не мог сдохнуть из-за этого. Нет ничего. И чего? Нет ничего, брата. Нет грязи, просто красавица. Ну, почти ничего. Есть земля, below you. Она still there. Ничего, мой незадачливый брат. Никакого предательства, только темнота. Но почти ничего. Под тобой земля, она все еще на месте. И небольшой огонек, тускло, мерцающий где-то в базальтовом ганглии. Кто это говорит? Это я, мой синеглазый, это я. А кто это был? Кто был, кто? А он смотрит о тошнотворной тоске, о болезненных эмоциях. Он даже в темноте, он пытается ухватиться за меня. Пытается удержать громадные слизкие горести, которые скользят в черной воде. Не, со мной было все в порядке, а я спокоен. Ты спокоен только, когда ты мертвый, брат. Здесь в полиомальном мозгу мы называем это тенью. Потому что она здесь и есть всегда. Это была бывшая, кто-то там, это... Слоевший на поверхность раздутый труп прошлого. Нет, это было красиво. Красиво, поверь мне. Тупая обезьяна, отсутствие красоты, это не проблема. И находится Вейджер Роуд. Нет никакой Вейджер Роуд. Нет дорог, нет домов, нет цвета окна. Все ее поставили на паузу. Хватит, я буду тут лежать и не двигаться. Думаешь, тебе позволят? Только если разложишься на биомолекулы. Нет, сейчас кто-то дышит тебе прямо в лицо, разглядывая зрачки тупой критин. Что это такое? Холодно? Да, они льют что-то на тебя, что-то в тебя вливают. И это вкусно. Из ниоткуда появляются мерцающие на приборной панели огоньки. Где я? В обитой кабине мотокарета лейтенанта Аки Цураги. Тебя усадили в кресло водителя. В воздухе пахнет кожей и мазутом. По побородку течет холодная вода. Выпейте воды, лейтенант, подносит к твоим губам небольшому флягу. Выпись. Ух, вода холодная, течет серебристой стройкой. Сама влага жизни льется в вашу иссушенную глотку. Гул в голове сходит на нет, темнота отступает. Пейте, он уклоняет флягу. Вы не пили воды два дня. Вам известно, что человеческое тело не способно прожить на одном алкоголе. Нужна еще какая-то жидкость выпить. Жадными глотками вы выпиваете пол-литра холодной воды. Что-то проливают на сиденье водителя. Лейтенант не обращает внимания. И что случилось? Я должен спросить у тебя то же самое. Вы читали документы, а потом потеряли сознание. Я отнес вас в свою кинему, чтобы отвезти в больницу, а потом вы очнулись. Сколько я провалялся? Минут десять. Я наткнулся на выигравшие руины из своего прошлого, лейтенант. Очень предмет журнал неудача ненности. Такое случается, он протягивает вам то, что осталось от вашего журнала. Его ответе звучит столько понимания, словно выигравшие руины из прошлого это обычный производственный риск, эдакий локоть теннисиста для полиции. Вы это уронили, вы готовы продолжать? Да, давайте раскроем это дело. Отлично. Журнал неудачи ненависти это особый предмет, который можно использовать и как активный объект, и как инструмент, который берется в руки. Для получения бонуса к навыкам, ищите его в разделе инструменты вашего инвентаря. Инструменты. И что он дает? Минус два этого дает, ни хрена себе. Много, однако. Открыть тайник. Обейся нахер, ублюдок. Слова просто возникли в твоей голове. Кому они предназначены? Сам ты как думаешь? Ну да. Понюхать журнал. Кислая вонь тухлятины впиталась в планшет на клеточном уровне. Теперь он формирует базу аромата. На нее накладывается легкий аромат знившего мяса. Печать самой смерти, дополненной цитрусовыми нотками средства для чистки унитазов. Морал нового мира. Это дело восстановить довольно просто. В ночь на 12.02 на стене многоквартирного дома на уровне 8 этажа со стороны центрального джемрака появились граффити. Нет, мурал. Здание представляло собой малонаселенную заброшенную башню. Часть закрытого строительного проекта под названием Гран Курон. Причина закрытия слишком высокая арендная плата. Мурал просто огромный. На нем изображено две фигуры, мужская и женская. Пара целуется, внутри силуэтов красуется надпись. Настоящая любовь возможна, но только в новом мире для новых людей. Для нас слишком поздно. Уничтожим средний класс. Люди называют мурал. Это фигня или это херня? Ее можно увидеть с расстояния в несколько миль. По происшествии двух дней участок просто затопило потоком требований убрать этот бред. Дело поручили тебе и твоему напарнику. Ручить графистов довольно просто. Только Беллеттер мог произволить себе такие объемы промышленной краски. Ходились слухи, что один из них богат. Группа взяла на себя ответственность только за исполнение, но не за дизайн. Идейный вдохновитель так называемого мурала, нового мира, неизвестен. Погоди-ка, я нашел того, кто за этим стоит. В материалах дела ничего не говорится об авторе мурала. Беллеттер согласился очистить стену. А твой напарник, живая, против этого и ссылается на то, что общественность выступает за сохранение своего достояния. Это приводит к активным дебатам. Сначала в пределах 41-го участка, затем на улицах Джемрака. Которые заканчиваются своеобразным полибисцитом, организованным тобой и жителями линии 3. В голосовании приняли участие 9000 человек. Весь Лейксейд, центральный Джемрак и Вилабос. Плюс половина населения муниципальных земель. Измена на то, что дело началось с общественного возмущения и рассуждения о том, насколько мурал незрел и глуп между двумя вариантами. А, убрать мурал, я с ним не согласен. Абсолютное большинство, как это ни удивительно, проголосовало за то, что оставить его. Оказалось, что в оппозиции было только громкое меньшинство. И что любовь действительно возможна в новом мире для новых людей. А для нас слишком поздно. Я наверняка голосовал и, возможно, агитировал голосовать за то, чтобы убрать мурал. Потому что я ни капельки не верю в этот бред. Всем плевать, во что ты веришь, чувак, с ванючим сортирным журналом. Что, разберем дальше? Или достаточно? Пять очков опыта получили, однако. Незакрываемое дело. Градет озарение. Какое-то там. А, домой. Дорога домой, да? Одинокая дорога домой. Ну и, где это озарение? Белый траур. Временный бонус за исследование. Минус 1 в 3, маленький человек становится все дальше. Время исследования 5 часов. Ты видишь самого себя сверху. Ты отрубился на синих плитках пола в гостиничном номере. Даже с такого расстояния ты видишь, как дрожат у тебя веки при упоминании чего. Громадный белый объект, испускающий сладкий запах, словно ландыш. Маленький человечек забыл свое имя, но помнит свое чувство и, гляди, как он шевелится. Чувство привело его в движение. Он машинально тянется за лучшим другом своего чувства бутылкой красного командора. Он бивает свой диск на ряд и становится все меньше и меньше. Ну, я же усвоил, да, одинаковую дорогу домой или не усвоил еще? Ультеритет минус 1, кстати, да, дает белый траур, к сожалению. Одинаковая дорога домой усвоена. Могу как-то как бонус использовать навыков или нет? Я же это выучил, грубо говоря. Да, у меня есть одно очко навыков. Я хочу в, наверное... Наверное, я хочу в риторику вложить. Да, я хочу риторику. Также известное, как Лесли, брейк и неиспредственное поведение в общественном месте и порча имущества в нетрезвом состоянии. Это проклятое дело, оно кочевало из одного доверчивого сотрудника к другому в течение 10 лет. 29 января незакрываемое дело оказалось у тебя. Почему ты взялся за него, остается неясным. Каждый полицейский и большая часть гражданского населения Джеррика знают, что его невозможно закрыть. У меня вот с мыслями не совсем понятно. То есть бонусы-то понятны. Вот одинокая дорога домой. Типа, я уже это сделал, значит у меня плюс один энциклопедия будет всегда, правильно? Где у нас энциклопедия? Вот она, четыре. Но она должна быть четыре. Ой, ладно. Я не совсем понял в этом плане. Вот я что-то выучила, а что-то нет, да? Ну ладно. Главное, что мы это выучили, вроде как. Поэтому продолжаем читать. Леслия, когда напьется, всегда снимает штаны. Берг, когда напьется, всегда крушит все вокруг. Так обстоят дела. Это заложено в их природе. А человеческую природу нельзя изменить. И заперять их тоже нельзя, потому что за непристойное поведение и незначительную порчу имущества не полагается заключение под стражу. Леслия сможет перестать демонстрировать свои гениталии прохожим, а Берг срывать вывески и зеркала заднего вида. Только в одном случае, если они бросят пить, учитывая, что им уже за сорок или за пятьдесят, по внешнему виду сложно понять, это невозможно с медицинской точки зрения, как и то, что ты пенье станешь гримасничать. А нельзя их просто убрать, ломать их с улицы? Интересное предложение. Ну, абсолютно бессмысленно. Что веселого в том, чтобы оголять гениталии или ломать вещи, находясь дома? Нет. Леслия и Берг кусаются на углу, Майнстрит и Пердишен, чтобы быть эпицентре событий. А у тебя с улицы... А себя с улицы ты можешь убрать? Ты перепробовал все. Угрозы, штрафы, приводы в участок, домашний арест в их собственных клоповниках, арест в участке, гипнотерапию. Ты даже отдавал их на растяжание земелям. Земелья просто напоили их этанолом, что только усугубило ситуацию. Но жалобы продолжали поступать, как поступали в предыдущие десять лет. Из материалов ясно, что у тебя осаделит офицера живые, консультата ТЭХ, в работе были гораздо более важные дела. Ты находишь несколько ссылок на текущее расследование, которое приходилось бросать каждый раз, когда ты оказывался на Майнстрит. Потому что вот они, на углу Пердишен. И что это делает Лесли? Идет себя непристойно в общественном месте. Отлично, ты что-то усвоил. Если верить материалом, в этом и заключается все дело. И в том, что Бёрк крушит вещи, и в том, что они оба алкаши. Но с другой стороны, ты тоже алкаш. Дело становится значительно менее забавным в день, когда Бёрк решил заехать кулаком по твоему журналу. Он, вероятно, спутал его с имуществом, которое так любит портить. Однако ирония заключалась в том, что ты до чертиков надрался пелизнером крепким. Ты лупишь его планшетом по лицу, пока он не теряет сознание. В процессе избиения журналу наносится ущерб. Затвор отделения для хранения промокаемых материалов заело. Ты оставляешь потерявшего создания Бёрка в покое и пытаешься открыть отделение, но тщетно. Офицер заплакал. Докладывает Лесли, который теперь пытается помочь Бёрку. Он набросился на нас. И на нас, кажется, он пытался убить Бёрки. В попытках убить Бёрки ты медленно приходишь в себя. Потайное отделение открыто. Ты открыл его коленную чашечку Бёрка. Хорошая новость заключается в том, что Бёрк больше не сможет ходить. Не сможет выбраться из своей квартиры. Он инвалид. Заботясь о Бёрке, Лесли забрасывает свою привычку непристойного оголения. Может быть, он сверкает своими гениталиями перед Бёрком? Кто знает. Важно то, что на улице этих двух алкашей больше нет. Не закрываемое дело? Закрыто. Именно по этой причине ответственный офицер едва избежал внутреннего расследования. Конец. Хочешь прочесть еще одну? Квадратная пуля. А вот это очень любопытно. Во лбу жертвы было квадратное отверстие. Убитую нашу и только через несколько недель после смерти. Все это время она сидела в кресле-качалке, уставившей в стену, с квадратной дырой в черепе и открытым ртом. Но... Это все. За полчаса, которые ты потратил на становление этого дела, ты узнал только то, что входное отверстие было квадратным. Ты так и не нашел пулю. А потом обнаружили еще одно тело, также с квадратной дыркой во лбу. Сирена убийца? Кто знает, записи нет, что дальше. Не волнуйся, время придет. Все еще есть вероятность, что однажды ты поймаешь преступника с квадратным пистолетом. Диван в неожиданном месте. Какие-то мудаки вынесли диван из дома, чтобы потусить посреди улицы на крыше на холме возле шоссе. Но ты понимаешь, в неожиданном месте они были молоды и уверены, что выглядят круто. А выглядели как мудаки. Невымасимые скоты. Молодежь это зло. В общем, ты принял жалобу по поводу этой тахты. Или дивана. Да не важно. Они таскали этот диван по всяким неожиданным экстравагантным местам. Там они фотографировались, усевшись на него, и курили сигареты, и пили кофе, потому что считали это признаком интеллекта. А курки, кофейные чашки, идиотский диван. Тебе пришлось все это убирать. И ты с этим справился. Так что поздравляю, дело закрыто. Я не поймал этих парней? Нет, у тебя не было на это времени. В заметках указано, что ты был занят. Настоящий, блин, работай. Некогда бегать за диванными мудаками. У тебя есть настоящая работа. Что дальше? Убийство в кальянной. Убийство барабанная дробь в кальянной. Этим делом изначально занимался офицер по имени Джезов Миллс. Он погиб. Но это совершенно не связано с убийством в кальянной. Погоди, как это случилось? Его до смерти забили головорезы и извело босса, когда он и его напарник, ЖМ, указанные только инициалы, и велись по вызову. Это грустная история, и в твоем деле практически ничего об этом нет. Заканчивай тянуть резину и займись убийством в кальянной. Понятно, займемся убийством. Джозеф Миллс никак не мог раскрыть это дело. Занимался им в одиночестве. Говорил, что это настоящая головоломка. Просто мозгодробительная. Мучился с ним не меньше месяца, и у капитана лопнуло терпение. Сри! Или слезь с горшка, Миллс. Миллс с горшка не слез. Сидел на нем еще пару недель, ломая голову. Поработывая, самые невероятные версии. Но раскрыть убийство в кальянной все равно не смог. Дело трудное, говорил, самое трудное в его карьере. Стоп, а Джозеф... Джозеф Миллс был хорошим копом? Нет, он был ужасен, и чувство юмора у него было ужасное. Самые не смешные шутки ты слышал от него. Очень неприятный тип. Но все же он занимался этим делом уже несколько месяцев. Говорил, что это его последнее дело, что оно нераскрываемое, что убийца растворился в воздухе. А только и говорил, что об этом чертовой кальянной. Продолжай. Итак, дело было передано тебе, потому что Миллс так ничего и не добился. Расклад следующий. Молодой человек найден мертвым в кальянной. Но ты знаешь заведение, куда ходят в день напр... Ходят день напролет дышать дымом с ароматом жвачки. А кайф от этого можно словить? Нет, это просто уголь и водяной пар, никакого эффекта. Вот дебилизм. Ага. Короче, молодой человек лет двадцати с чем-то на один с раскроенным черепом. Прямо на полу кальянной. Средь бела дня рядом никого, он был единственным клиентом в тот день. Состояние здоровья идеальное, по профессии он какой-то кинопродюсер. Никто больше не входил и не выходил. Он посасывал свой арбузный кальян все утро и весь день, как обычно. Он был постоянным клиентом, никаких звонков, ничего. Просто курил кальян до пятнадцати сорока пяти. А потом раз! И он на полу с проламленным черепом. Кругом кровища. Что случилось? Как это возможно? Милл с понятия не имел. Убийца-невидимка, сорвавшаяся киносделка. Убийца-администраторша, но пазл не складывался. Мистика! Просто взял и упал замертво. Так что ты... Отправился в кальянную, вокруг стола подушка, сам стол низкий, тяжелый, с острыми краями. Накурился, встал, потерял сознание, ударился об стол и умер. А вот видишь, ты даже по записям смог рассказать это дело. Да, так и было. Оказывается, от кальяна все-таки есть какой-то эффект. Он ограничивает поступление кислорода в мозг. И ты не замечаешь этого до тех пор, пока не встанешь, чтобы сходить в туалет. И что он делал там целых шесть часов? Курил кальян, ты забыл? Не знаю, может пытался придумать новый сценарий для фильма. Как бы там ни было, это было убийство в кальянной. Джозеф Милос был плохим диктивом. И весь разбор занял где-то 30 минут. Дальше. Обрать журнал. Ну, я могу взаимодействовать? Нет? Нет, нет, нет. Я могу взять журнал в руку. Но он мне даст, смотрите что, он мне даст минус 2 авторитета. Я не хочу авторитет терять, блин. Авторитет это, как говорится, авторитет, блин. Что там с кружкой? Ничего нового, а девушка мне ничего нового, ладно. Что у нас там до уровня? До уровня дофига еще, да? Мы вложились в риторику, в стойкость, в технику и во внушение. В принципе, в то, что я хотел, в то и вложились. Мысль завершена. Одинокая дорога домой. А, вот она, наконец-таки. Мы почти на месте. Дом ждет тебя. Проходи мимо 41-го участка и через рынок. Мимо идейного центра Буги-стрит к другому берегу озера, замерзшего глаза в центре района. Потом мильно видео про катаную углу. Там, в конце засаженной соснами улицы, стоит небольшой, не больше, спичного крапка домик. Роджер Раут, дом 11. Ты здесь больше не живешь. То время давно прошло. Людей не осталось. Зачем ты пришел сюда? Почему ты до сих пор здесь и где дилер? Надо вернуться на работу. Сейчас это все, что у тебя осталось. Спрятие. Лимит улучшения повышен до 5. Спиды дает плюс 1 пси. То есть я могу выбирать, да? Ну, пока что у меня, как бы, выбирать не с чего, поэтому, естественно, принять. Пока что я это просто беру и все. Ну, справь, элемент увеличивается до 5. И спередают плюс 1 пси. Ну, у меня пока что... Пси этого нету. Я не принимаю пока что пси. Поэтому это бессмысленно, как бы, да? Казалось бы. Я там хочу фары зажечь. Можно фары зажечь как-то, да? Вот это видишь комплект рычагов. Ким, а как включить фары? Он включает предварительный нагрев, некоторое время ждет. Потом доставит ключи и говорит, ну, хорошо, приготовьтесь. Я поворачиваю, а вы нажимаете «Запуск» рядом с предварительным нагревом. Нажать «Запуск». Огоньки на приборной панели загораются оранжевые стрелка, тахлометр ползет вправо, двигатель курикиния, оживает свующим ревом. Нажать кнопку «Фары». Фары открываются с негромким щелчком, и на землю перед машиной левается электрический свет. Вот так, когда закончите, я их выключу с пульта. Для этого достаточно стоять рядом с машиной. Так, ну теперь мне нужно почитать эту штучку. Значечек. В свете «Фар» на зажиме журнала появляется радужная голограмма, сетка улицы артерии Великой реки. На тебя накатывает знакомое ощущение, будто ты все это уже видел. А вон он, западный рваншоль, с ноткой гордости в голосе говорит лейтенант. По краям водяного значка десятки, нет сотни дырочек микроперферации. Посмотреть на мерцающую сетку улиц. Поверх прямоугольного водяного знака напечатана эмблема RGM. На основные улицы рваншоль легко узнаются, но основные улицы рваншоля легко узнаются. Они мерцают в свете «Фар» кинеме. Прошмигнув мимо тебя, наглая крыса теряется среди вставших грузовиков. Издалека доносятся звуки, где-то лопит девчонка, а мать отсчитывает ее голосом, который ничуть не тише этих воплей. «Ах, Мартинис!» — говорит он, втягивая носом воздух. «Где мой на этой штуке?» — показать на галогенную карту. «Давайте поглядим!» — он берет журнал и осматривает его. «Вот тут!» — он дружает палец на карту, ближе к верхнему краю на участок побережья, выдающийся далеко в океан. «Кажется, это сраная дыря. Тут есть свои проблемы. Осмотреть перфорацию. Их много, и они сгруппированы в три ряда. Посчитать дырочки в каждом ряду. В первом ряду 18 дырочек. Недурно. Недурно для чего? Ты же до сих пор не знаешь, что это вообще такое. А в следующем? Это самый длинный ряда, а он проходит вдоль всего края даже дальше. Просчитать каждую дырочку. Дырочек так много, что их сложности читает точно больше 150, а может быть даже 200. А что в последнем ряду? В последнем ряду три дырочки. Три и все? И все. «Слушай, Ким, а для чего тут столько дырочек?» Показать на точке на водяном знаке. Это перфорации. Ей обозначаются наши показатели на службе в РГМ. Скажем так, статистика. Стоило догадаться, что вы ведете записи. Многие офицеры так делают, давайте посмотрим. Он имеет в виду многие альфа-самсы, которые гордятся своими цифрами, так делают. Первый ряд – это годы службы. 18 лет. Что же весьма достойно. Чем вы занимались до этого? Погоди, я этим уже 18 лет занимаюсь? Так тут сказано. Я бы предположил, что больше, судя по вашему возрасту, чем же вы занимались в годы свои благословенной юности. Напивался, как мега-звезда? Да, это весьма вероятно. На времена вашей юности пришлось пенящие времена в Ренуаншоле пришлись. Что ж, идем дальше. Следующий ряд – тот, кто заворачивается. Это ваши закрытые дела. Закрытые – это хорошо. Это означает, что вы довели их до конца. Вас давайте посмотрим. Ого, больше двухсот. Это много? Это очень много, даже для того, кто служил почти два десятка лет. Как правило, закрывать больше десяти дел в год достаточно того, чтобы попасть лучше 10% из всех сотрудников РГМ. Хочешь сказать, я был суперкопом? Можете называть это как хотите. Вы были ценным сотрудником своего участка. Ну а теперь давайте взглянем на последний ряд. Да, это ваше подтвержденное убийство. У вас тут ровно три отверстия. Если честно, я думал, что цифра будет больше. Для сотрудника РГМ особенный сок первого участка в джебреке – это довольно скромно, в хорошем смысле. Есть полицейские, которые относятся к убийствам, как к какой-то дьявольской игре. Если им и удается раскрыть дело, то, как правило, это по случайности. Очевидно, что лейтенант не совсем высокого мнения о таких полицейских. Но вы, похоже, из хороших. По крайней мере, были. Так что это уже неплохо. Ким, тебе когда-нибудь приходилось убивать? Да, – кратко отвечает он. Как ты справляешься с напряжением? У каждого свой метод справляться. У некоторых он более эффективный. Он бросает на себя многозначительный взгляд. Или более саморазрушительный, чем у других. Лично я пришел к выводу, что мне помогает хобби. Какие? Да разные, то другое. Давайте не будем об этом. Может, мне надо найти себе хобби? Да почему бы вам не заняться садовобством? Перчатки у вас уже есть. Он показывает на твои желтые садовые перчатки. Вовсе не смеется он от того, он говорит совершенно искренне. Спасибо за помощь. Лейтенант кивает. Ладно, идем. Десять опыта. Хорошо, я выключу фару. Он нажимает кнопку дистанционного управления на ключе. Теперь на странице журнала будет показана статистика справа отписания задачи. Супер, супер. Статистика, это круто. Клуб суперзвезда. Клубов. Жалкий моралист еще. Ранг неизвестен. Что там по карте? Достаточно информации для полной карты. Так у меня же информации дофига. Где моя карта? Мать его за ногу. Веселая игруха. Крутая игруха. Смотрите, радуга. Они тут след. Оба-на. След, смотрите, бутылки. Что-ли? Это или след мазута. Хотя он наверх еще идет. Короче, возможно, это ничего не значит. Нам нужно сюда подойти. Тут что-то есть. Да? Да, ничего, ничего. Мне нужен ящик вот этот. Взять, что это? Магний. Отлично. Подъемный механизм рожевеет уже не первый год. Отлично. Надо тело снять. Первая очередная задача-то наше тело снять получается. Кто-то пытается выращивать травы в теплице. Построена для детей лестница. Сильно шатается, но забраться по ней можно. Эту лестницу построили для детей, и она не выдержит вес взрослого человека. Отлично. Повешенный. Труп смотрит на тебя своими выпученными белыми глазами. Лицо, на котором эти глаза расположены, не выглядят человеческими. Оно раздулось и готово вот-вот взорваться. Губы, как две рыбины, а язык затыкает рот, словно кляп. Толожишь себя на том, что задерживаешь дыхание. Посмотреть вниз. Его шея повернута под неестественным углом. В петле грузового ремня, висящий на этой шее тело, выглядит одервеневшим. Оно испускает просто безбожную гнилостную вонь. Ты зажимаешь нос, но это не помогает. Господи, что это? Почему это так ужасно? Активное разложение лейтенант прижимает к носу клачуя белой ткани. Офицер, если вас вырвет, ничего страшного. Вас за это никто не осудит. Ха, он сейчас блеванет, куна-коп, блеванет! Ну, давайте попробуем, снова не получится. Вонь просто тошнотворная. Она проникает тебе в рот гораздо стремительнее и бессеремоннее, чем ты ожидал. Не просто вонь, а настоящая дехорадка. Она заполняет разум, омывая тебя изнутри. Выплеснуть все из себя. После этого алкоголя нечего страшного. Наоборот, как раз прочистимся. После таких запоев. Ты чувствуешь, как чудовищная сила скручивает твой живот. Тело курчится в спазмах, выталкивая вонь наружу. Толчок за толчком. И вот у тебя под ногами уже лужа блевотина, и а горло садит от желудочного сока. Гребаный труп! Лейтенант протягивает тебе клетчатый синий платок. Оставьте у себя, говорит он. Спасибо, выталкивает рот. Такое он плохмелье, с этим явно тяжелее справляться. Пригодился бы на шартерный спирт, а он прочищает разум. Думаешь, на шартерный спирт поможет? Если не байтит головной боли, кивает он. Некоторые коллеги используют его, чтобы справиться с трупной вонью. А ты не используешь? У меня слишком сильно болит от него голова. Скорее, он просто может выносить туву и без на шартерного спирта, в отличие от тебя. Хорошо, а где достать этот на шартерный спирт? Та девушка-садовница упоминала, что принимает нюхательные соли, чтобы справиться с запахом. Он кивает в сторону площади. Но если у нее больше нет, можешь спросить у Афритты поблизости. Если у вас будет на шартерный спирт, сложность проверки стойкости изменится. Такие модификаторы делают проверки проще и позволяют выполнить их снова. Отвернуться и уйти. Предметы. Носовой платок. Просто цена. Просто цена. Можно продать. Мы получили еще одно задание. Я же не смогу без спирта его осмотреть. Ну что ж, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Айж, и ты новый серий по этой охренительной игре. Мне очень все пока что нравится. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok